Сегодня я вам хочу рассказать о таких вот сумках-трансформерах, которые изначально были предназначены для ручной клади. Они сделаны так, что их размер может варьироваться. То есть, если вам нужно ее увеличить, вы это сможете сделать. Особенно это актуально, если вы летите с пересадкой. То есть, у одной авиакомпании одни нормативы, а у другой могут быть другие нормативы. Или вы, допустим, летите в ту сторону с минимальным багажом, а назад вам нужно больше везти. Вы всегда можете взять такую сумку. Она складывается в совсем небольшую. Так она выглядит в полностью сложенном виде. Сбоку вид треугольника. Ее вполне можно взять с собой в пакет или в сумку. Вот так она выглядит в частично разложенном виде. В частично разложенном виде это размер 45х35х20. Ну, сумка мягкая. В принципе, она прижимается, если нужно меньше. В разложенном виде размер будет 60х33х20. Колеса в этих сумках поставлены крупные. Достаточно высоко оторвано от земли получается. И дно защищено. Видите, вот здесь вот этот деталь защищает дно. Точно такие же колеса стоят в таких больших сумках дорожных. Вот видите, точно такие же колеса. Вести эту сумку можно или за длинные ручки, или за короткие, как вам больше удобно. Разложить, увеличить ее несложно. Нужно просто открыть замок по кругу. Это видео было записано для инстаграм. Поэтому формат записи вертикальный. Но я уже не стала переснимать, просто вставила его сюда. Чтобы свернуть ее, нужно скрутить полностью и закрыть замок. Выпускаются они в разных расцветках и в двух вариантах ткани. Подойдут эти сумки не только для самолета. Но также, допустим, если вам нужно ездить где-то в маршрутке, и вечером вы везете груз какой-то, с тележкой, допустим, такой вот крупной, в маршрутке неудобно. А с такой сумочкой, в общем-то, она много места не занимает. В этих сумках сделана вот такая короткая ручка, чтобы ее удобно было держать. Вот так, если вы ее несете в сложенном виде. Везти ее можно и за эти короткие ручки, или за вот эту длинную. Тут уже зависит от вашего роста. Единственное, конечно, если вы везете вещи, и сумка полностью набита, ее будет везти удобно. А если вы везете продукты, и они на самом дне, то сумка, конечно, может немножко перегибаться вот так, потому что она мягкая, в принципе. Можно приспособиться ее везти. Конечно, бывают еще варианты таких дорожных сумок, которые идут с телескопической системой, как в чемодане. Эту, конечно, везти будет удобнее. Но колесики в этой сумке пониже. Небольшие стоят колесики. То есть в каждой модели есть свои плюсы и свои минусы. На этом будем заканчивать обзор по этой модели. Но еще хочу сказать пару слов о такой вот модели, которую мы возили раньше. В этой модели колеса подгибаются и складывается она в плоскую. Модель, в принципе, удобная. Место тоже занимает немного. Но все же эта система с подгибающимися колесами более слабая по сравнению с предыдущей, которую я показала. То есть та модель, которую я первую показывала, о которой шла речь в этом видео, значительно более надежная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!